Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В главном управлении МЧС России по региону есть мои коллеги, это пресс-служба главного управления. Поэтому прежде всего я приехал к своим коллегам посмотреть, познакомиться. Во-вторых, несомненно, у вас очень интересный пожарный музей, который я с удовольствием посетил. Нам важно собирать, аккумулировать, обобщать практики работы с детьми в части их погружения в культуру безопасности. Мне важно, как разговор выстроен, какие фразы цепляют, что заходит, в каком возрасте и о чем с ними надо разговаривать. Мне эти практики нужны, потому что министр сказал, что наш департамент обязан уметь разговаривать с гражданами лучше всех остальных. Ну, такова наша задача. Поэтому, естественно, главное управление, естественно, музей поговорили с председателем ветеранской организации нашей. И, естественно, мы встретились с представителями администрации области. Спасибо большое за совместную работу, за открытый и честный диалог. Тем более, сейчас у нас пал травы, который приходит сразу за тем, как сходят верхние воды, как наступает хорошая погода. И он будет продолжаться до тех пор, пока зеленая трава не забьет сухостой. Для нас это, как для министерства, это бичи, это тяжелая пора, это выезды на тушение ландшафтных пожаров. А что такое выезд на тушение ландшафтных пожаров? Помимо того, что ландшафтный пожар угрожает жилью, а мы не знаем, как он будет распространяться. Это все будет зависеть от ветра, который предсказать сложно, от его скорости, от его направления. Ландшафтный пожар еще опасен тем, что он отвлекает у нас значительные силы на его ликвидацию. А это значит, что мы оттягиваем туда пожарные машины, которые должны прикрывать город. Конечно же, в случае необходимости мы найдем силы и на вызов в городе, но это требует от нас дополнительной работы, которую, в принципе, можно избежать, если люди будут ответственно подходить к этому вопросу. И впитанная зачастую с молоком матери, как им кажется, истина о том, что это полезно для земли, да, отчасти, и поэтому мы так делаем, ну, она вредна для, и опасна для домов, для жилья, и, естественно, сложна для нас, как для пожарных. Вот вы затронули как раз сейчас такую самую актуальную тему Павла Второй. Я думаю, что она касается не только нашего региона, но для нас это тоже наболевшая проблема. Каждый год мы сообщаем о том, что все больше и больше точек территории, выжженных гектаров земли. К сожалению, смоляне все равно продолжают этим заниматься. Расскажите, пожалуйста, вот реально, что с этим делать? Есть ли какое-то вот информирование, предупреждение? Может быть, мы еще раз расскажем нашим телезрителям, почему это дело бесполезное, а главное, даже вредное для земли, потому что часто мы говорим о том, что никакой пользы это не приносит, а только вред окружающей среде, и, как вы сказали, это может, конечно же, послужить и более масштабным пожаром. Ну, конечно же, если мы говорим в разрезе всей страны, я еще раз говорю, для нас это достаточно сложная проблема, сложный период, как для министерства, потому что мы помним прекрасно примеры прошлого года, когда горела Курганская, Тюменская и Свердловская области, когда выгорали дома, простите, пожалуйста, десятками, в том числе гибли люди, когда этот пожар переходил из ландшафтного в лесной, когда горели леса. Вы знаете, мы, когда тушим траву, мы спасаем зайчиков, оленят спасаем, но не всегда это нам возможно, они гибнут. Мы говорим про наших заверушек замечательных. Это так, если вот чуть-чуть сердечко попробовать у телезрителя затронуть. Ну, а лесные пожары, они поглощают гектары леса. И они еще более опасны для населенных пунктов, потому что скорость распространения огня высокая, температура горения высокая. И, вы знаете, пал травы, мы вот сейчас поле сожжем здесь, и все будет хорошо. Нет. Девять метров средняя ширина дороги огонь перепрыгивает ее очень легко, потому что холодный воздух огонь подсасывает снизу и выбрасывает, соответственно, вверх. Это называется конвекция. И вот с горячим раскаленным воздухом, который выбрасывается вверх, летят вперед травинки, угольки, шишки и так далее. У нас был, ну, это касается, например, лесного пожара, у нас были рекорды, когда на 300 метров улетала горящая шишка. Значит, перешагивал реку пожар. Для него это не препятствие. Поэтому, вы знаете, были случаи, когда бабушка сложила, и это, кстати, не только пал травы, это, может быть, убранный сухостой с участка, человек сложил его шалашиком там как угодно, поставил ведро воды, он же ответственный, молодец, поджег, и огонь разошелся сразу в разные стороны, его не поймать. Был случай, когда бабушка тоже собрала мусор с участка, подожгла его, села читать журнал на стульчике рядом, и огонь его так аккуратненько обошел. И она заметила, она подняла глаза тогда, когда у нее горело уже, горело крыльцо. Непредсказуемая стихия. Поэтому я очень хотел бы, чтобы граждане понимали, что их безопасность – это прежде всего их ответственность. Спасибо. Еще такая тема, она как бы у нас получается в одно время, есть две проблемы, которые касаются стихии огня и стихии воды. И, естественно, вторая тема – это половодие, и наш регион опять не исключение. У нас есть те участки, которые затапливают регулярно, есть те, которые прибавляются к ним дополнительно. Вот сейчас у нас около пяти-шести таких. Каждый день МЧС как раз-таки обновляет информацию, статистику. Расскажите, пожалуйста, может быть, о мерах безопасности здесь, которые смоляне и, в принципе, россияне должны помнить и вот эти правила использовать в быту. Вы знаете, слава богу, в вашем регионе нет значительных подтоплений, хотя в этом году снеговая нагрузка, как мы это называем, на самом деле просто снега было очень много, снеговая нагрузка значительная. Сейчас тонет в основном это Алтайская, Оренбургская и Саратовская области. Там тяжелая ситуация, опять же, из-за изобилия снега. Если МЧС России просит или предлагает, просит эвакуироваться из района возможного подтопления или предлагает это сделать, я бы очень хотел, чтобы граждане верили нам и делали это. Потому что, если им сегодня кажется это бессмысленным, то мы знаем, что будет завтра, а они нет. Поэтому мы предлагаем. И завтра, если сегодня у него вода заливает огород, мы говорим, что стоит эвакуироваться, он говорит нет, то завтра он будет просить помощи с крыши дома. И нам ее будет оказать уже сложнее, объективно. Поэтому лучше превентивные меры. И, пожалуйста, мы зря не говорим. Слушайте специалистов. Конечно. Если вернуться к началу нашей беседы, вы сказали, что в том числе со своими коллегами обсуждается тему безопасности детей. И вы подчеркнули, что вот именно информирование, такого вот уже больше образования, как ребенку объяснить, наверное, как я правильно понимаю, те правила, которые он также должен заблюдать, чтобы не попасть в то или иное ЧП. Вот расскажите про эту работу. Действительно, как ее проводить, как доносить, такие, казалось бы, может быть, и простые вещи до детей? Спасибо. Для нас действительно это острый вопрос, потому что министр, глава МЧС России Александр Куренков поставил задачу пойти в наступление и начать наступательную политику по пропаганде культуры безопасности. Дело в том, что на пожаре гибнут дети, и вот если дети и взрослые гибнут, и если посмотреть раскладку по регионам, а она у меня есть, то цифры вроде бы небольшие. Здесь 123, здесь 217, здесь 59, здесь 300, к сожалению, может быть, а по итогу 7700 за год взрослых, ну, всех. Ну, это по стране. По стране. 7700 за год, это 22 человека в день в среднем. Зимой больше, летом меньше, но в среднем 22 человека в день. И, конечно, среди них есть дети. И это больше 300 детей. И мы не знаем, кого мы теряем. Это может быть будущие Ломоносовы, Курчатова, Пушкины. Мы не знаем. И любая детская гибель – это трагедия. На текущий момент, с начала года, погибло уже, к сожалению, 132 ребенка на пожарах. Это больше, чем один в день. Это больше, и это беда. Почему гибнут дети? Потому что их оставляют дома одних. Более половины, около половины погибших детей – это дети, оставленные дома одних. И они не знают, что делать, если случился пожар. Дети в случае пожара прячутся под кроватью, в шкафу. Мы их там, к сожалению, находим. Они не знают, что надо выбегать из квартиры. Родители им этого не расскажут. Потому что зачастую родители этого не знают. И знаете, психологи, а я сам психолог по образованию, кандидат наук, я знаю, как мыслят родители. К сожалению, знаю. Наши коллеги, психологи им говорят, относитесь к ребенку как к взрослому. Неправильно. Относитесь к ребенку как к личности. Нельзя его мерить параметрами и цензом взрослого человека. Ему интересно попробовать поиграть с зажигалкой, со спичками. А их оставляют на видном месте, потому что взрослый говорит, ну, я же не пойду жечь диван, поджигать диван. Ну, и ребенок не пойдет, он же взрослый, осознанный. Пойдет. Пойдет. Ему интересно. Пожечь бумажки. Если мы вспомним свое детство, мы вспомним, как нам тоже это было интересно попробовать. И этих случаев миллион мы можем припомнить. Поэтому дети, им любопытно, они познают мир. Наша с вами задача взрослых сделать так, чтобы это было под нашим контролем и безопасно. Объясните, выйдите с ним во двор, выкопайте ямку, объясните, как надо правильно разводить костер, с кем это можно делать. Дайте ему возможность попробовать поджечь бумажку, газету, но это надо делать не единожды. Иначе он в следующий раз попробует это дома. Ему надо сказать, отлично, в следующую субботу мы с тобой еще раз попробуем. У него должна быть перспектива, он должен знать, когда. Да, но тут главное не забыть и выполнить это. Чтобы он знал, что это надо делать со взрослым, с мамой или с папой, вот в таком месте, вот в таких условиях. Тогда для него спички, лежащие на столе, на видном месте, не будут вызывать такого интереса. Хотя есть случаи, когда дети все равно обращаются к спичкам и зажигалкам. Ну, лучше на всякий случай их убрать. Как минимум, научить ребенка, что в случае пожара надо звонить 101 или 112 и выбегать из квартиры, закрыв за собой дверь. Ну, вот мы, когда сейчас с вами разговариваем, да, стали разговаривать про детей, мы вынуждены разговаривать и про взрослых. С начала года более 2600 человек погибло на пожарах. Это ужасная цифра. Это недопустимая цифра. И многие из тех, кто погиб, они в пожар не верили. Они мысли не допускали о том, что он может случиться. Почему? Потому что мы живем, мы завтрашний день предполагаем по опыту вчерашнего, позавчерашнего, сегодняшнего. Но у нас же нет пожаров в жизни. У нас же все хорошо. Поэтому, наверное, их и не будет. Это абсолютно нелогичное заключение в этой области. Потому что человек считает, что он живет в безопасной среде. Точнее, человек имеет право считать, что он живет в безопасной среде. Тогда, когда он эту безопасную среду сам сформировал. А не тогда, когда он, прожив определенный период времени, с ним ничего, слава богу, не случилось. Он делает заключение, что и не случится. Приходит ребенок с урока ОБЖ и говорит, мама, не ставь на телефон на зарядку на ночь. Потому что от трех до десяти пожаров в день в России случаются из-за воспламенения стоящих на зарядке аккумуляторных батарей. Это телефоны, пауэрбанки, роботы-пылесосы, электросамокаты. Сейчас у нас начнется череда пожаров именно по этой причине, заряжающихся электросамокатов. А мама говорит, сынок, я 15 лет ставлю телефон на зарядку на ночь, и ничего не случилось. Значит, и не случится. Ну, что-то там тебе, наверное, неправильно сказали. Ребенок, ему тяжело спорить со встретительным взрослым. Что вы будете делать, когда у вас загорится доморозитка? Вы знаете? Да, да, это вам вопрос. 112 надо позвонить, как минимум. Хорошо. Ну, окей, покинуть помещение, позвонить 112, да, все остальное. Но если у вас будет домогнетушитель, вы еще и сможете попробовать это все самостоятельно потушить. Ну, как будто бы не у всех дома есть огнетушители. Как будто бы у большинства их, к сожалению, нет. Нет. Потому что люди не верят в пожар, потому что они себе не задают вопрос, что я буду делать, если... Что я буду делать, если... У большинства нет пожарных извещателей. Это такой автономный датчик, который крепится на стену, на верхнюю точку стены, или потолок, или просто хотя бы кладется на верхнюю часть шкафа. У него батарейка крона, хватает ее на полтора года. Зачем он нужен? Стоит он... Его желательно иметь в каждом помещении, в каждой комнате. Стоит он очень недорого, это порядка 600 рублей, его можно заказать на маркетплейсах. В принципе, независимо от компании, производители, они все плюс-минус одинаковые. Что он дает, что он обеспечивает? Он вас разбудит в случае пожара, потому что во сне мы обоняние не работаем, мы запахи не чувствуем. Мы не чувствуем запах дыма. А многие представляют пожар как? Я говорю, вот я вам сейчас слово скажу, вы мне ассоциацию. Пожар, огонь. Я говорю, вы знаете, а для пожарных это... Пожар это дым. Почему? Объясню. Вы заходите в помещение, где, например, очень сильно накурено. Что вы делаете? Что вам хочется сделать? Открыть окно. Почему? Дым мешает дышать, да? Да. Огонь есть? Нет. Но дым мешает дышать. Вот на пожаре точно так же. Убивает дым. Семь вдохов концентрированного дыма, это угарный газ. И сознание отключается. Все. Дальше вы не спасетесь. Если это произойдет во сне, это гибель. И огонь... При этом пожар может развиваться без открытого огня. Это может быть тление. Тление матраса, неосмотрительность при курении и так далее, и так далее. Причин для возникновения много. Итог, к сожалению, часто бывает один. Ну, а как вы считаете, вот как специалист, как эту культуру повышать? То есть понятно, что, естественно, все идет семьи, родители. Если мы вот извне будем брать, там, не знаю, школы, тоже управление МЧС, вот как мы можем теоретически решить эту проблему, чтобы вот эта важная информация доходила и до взрослого, и до детского населения. И вот если еще можно в догонку вопрос, мы, конечно, сейчас пожар обсуждаем, но у нас есть еще одна проблема. Я, опять же, не только нашего региона касается. Это когда дети, к сожалению, там тонут, выходя на тот же тонкий лед. В нашем регионе не единичная история, когда детки выходили и заканчивают все это печально-летальным исходом. Это, в принципе, тоже относится к той же культуре безопасности, которую, наверное, надо тоже повышать. А вы водите автомобиль? Нет. Хорошо. Я думаю, что любой автолюбитель поймет, о чем я говорю. Человек, имеющий водительские права и садящийся за руль, соблюдает правила дорожного движения. Это несложно. Он их знает. Это знаки, ограничения скорости, пропускать пешехода на пешеходном переходе. Это естественно. Правда? И мы не задаемся зачастую вопросами, а почему мы это делаем? Ну, так принято. Можно, конечно, нарушить и поехать на красный сигнал светофора, но подвергните себя опасности свой автомобиль тоже. Вот я хочу, чтобы с пожарной безопасностью было то же самое, чтобы это были привычки. Чтобы это были привычки. Как этого добиться? Здесь одно ведомство точно не справится. Это и уроки в школах через ОБЖ, и наши информации, и, естественно, средства массовой информации, потому что любое оперативное событие по нашей линии должно быть примером, как делать не надо. и самое важное, мы должны все время находиться в поиске тех ключей, чтобы достучаться до сердца человека и до его головы, до разума. Чтобы ему стало понятно, зачем дома нужен огнетушитель, зачем дома нужен пожарный извещатель, и что он, прежде всего, несет ответственность за свою безопасность, за безопасность своих близких. И безрассудная зарядка мобильного телефона в ночное время может обернуться гибелью не только для него, но и для его детей. Роман Витальевич, огромное вам спасибо за то, что уделили нам время, пришли к нам в студию и ответили. Правда, тема была очень важна абсолютно для всех. Мы желаем вам успехов в вашей работе и будем надеяться, что и у нас, и во всей России будет как меньше ЧП. Спасибо. Продолжение следует...